Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии. Тема нашего урока – химический состав клетки, органические и неорганические вещества клетки, биологические полимеры – белки, органические молекулы – углеводы. Клетки живых организмов отличаются друг от друга не только по строению и выполняемым функциям, но и по химическому составу. В состав разных клеток входят практически одни и те же химические элементы. В клетке встречаются около 80 химических элементов периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева. Это практически все элементы, которые присутствуют на нашей планете и известны на сегодняшний день. Выполняемая функция данных элементов мало изучена, так как из 80 элементов только у 24 определена функция, которую они выполняют в клетке. Химические элементы, которые встречаются в клетке, делят на три большие группы – макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Распределение химических элементов в клетке неравномерно. Большую часть, примерно 98% от массы любой клетки составляют макроэлементы. В первую очередь это кислород 75%, углерод 15%, водород 8%, азот 2%. Из этих элементов состоят молекулы органических веществ. А кислород и водород входят в состав воды, которые являются основным неорганическим веществом клетки. Также к макроэлементам относят фосфор, калий, серу, железо, магний, натрий и кальций. Массовая доля любого макроэлемента в клетке составляет не менее 0,001%. Химические элементы, на долю которых в клетке приходится от 0,001% до 0,001% называют микроэлементами. Это цинк, йод, медь, марганец, фтор, кобальт, бром и другие. Процентное содержание в организме того или иного элемента никоим образом не характеризует степень его важности и необходимости в организме. Например, кобальт входит в состав витамина В12, йод в состав гормонов тироксина и тиранина, а медь в состав ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные процессы. На долю ультра-микроэлементов приходится менее 1,001% от массы клетка. К этой группе относятся радий, цезий, ртуть, уран, золото и другие. Все вещества клетки делят на две группы – неорганические и органические. Основным неорганическим веществом клетки является вода. Благодаря своим физико-химическим свойствам вода – это хороший растворитель, следовательно, является средой для протекания химических реакций в клетке. Благодаря полярности молекул вода легко растворяют ионные соединения – соли, кислоты, основания. Вещества, хорошо растворимые в воде, называют гидрофильными. Жиры, нуклеиновые кислоты и некоторые белки плохо растворяются в воде или не растворяются вообще. Такие вещества называют гидрофобными. Вода играет важную роль в жизнедеятельности организма благодаря своим свойствам. Благодаря высокой теплоемкости вода способна поклощать тепловую энергию при минимальном повышении собственной температуры. Выделение воды, транспирацию растений, потоотделение у животных предохраняет организм от перегревания. Обладая высокой теплопроводностью, вода способствует равномерному распределению тепла по организму. Практически не сжимаясь, вода создает тургорное давление, определяющее объем и упругость клеток. Благодаря образованию водородных связей между молекулами воды и молекулами других веществ, вода обладает оптимальным для биологических систем значением – силой поверхностного натяжения, благодаря которой осуществляется капиллярный кровоток и движение о растворах в растениях. Минеральные соли в клетке могут находиться в растворенном или нерастворенном состояниях. Растворимые соли диссоциируют на ионы. Наиболее важными катионами являются калий и натрий, которые отвечают за перенос веществ через клеточную мембрану и участвуют в возникновении и проведении нервного импульса. Кальций принимает участие в процессах сокращения мышечных волокон и свертывания крови. Нерастворимые соли кальция участвуют в формировании костей и зубов. Карбонат кальция в образовании раковин моллюсков, укреплений оболочек клеток некоторых видов растений. Магний входит в состав хлорофила. Железо входит в состав ряда белков, в том числе гемоглобина. Цинк входит в состав молекулы гормона поджелудочной железы – инсулина. Медь участвует в процессах фотосинтеза и дыхания. Важнейшими анионами являются фосфат-анион, входящий в состав АТФ и нуклеиновых кислот, и остаток угольной кислоты, регулирующий колебания pH-среды. Органические вещества клетки представлены углеводами, лепидами, белками, нуклеиновыми кислотами, АТФ, витаминами и гормонами. Предлагаю поближе познакомиться с биологическими полимерами – белками. Белки или полипептиды представляют собой высокомолекулярные органические соединения, состоящие из альфа-аминокислот, соединенных в цепочку пептидной связью. Это самые важные органические компоненты клетки. На долю белков приходится от 50 до 80% массы клетки. Большинство белковых молекул включают от 300 до 500 мономеров. В природе существует несколько очень коротких белков, состоящих из 3-8 аминокислот. Известны и молекулы, длина которых более 1500 аминокислот. Кроме кислорода, водорода, углерода и азота, в состав белковых молекул могут входить – железо, сера и фосфор. По строению и выполняемым функциям белки очень многообразны. В группе протеинов относят вещества, состоящие только из белка. В состав протеинов может входить и небелковая составляющая. Например, гемоглобин состоит из белка глобина и небелковой части – гемы. Белки делятся на простые и сложные. Простые белки состоят только из аминокислот. В состав сложных белков могут входить гликопротеиды – углеводы, липопротеиды, которые включают жиры, и нуклеопротеиды – нуклеиновые кислоты. В организме человека насчитывается до 100 тысяч белков. Бактерии и растения сами синтезируют все необходимые аминокислоты. Животные, в том числе и человек, могут синтезировать лишь некоторые. А остальные аминокислоты, называемые незаменимыми, получают с пищей. К незаменимым относят аминокислоты – лизин, валин, лейцин, изолейцин, трианин, филеналанин, трептофан, тирозин, метианин. В состав белков входят 20 различных аминокислот, различные комбинации которых приводят к огромному многообразию белков. Набор всех 20 видов аминокислот содержит только 3 белка – козин молока, миозин мышц и альбумин яйца. Проведем простые математические вычисления. 20 аминокислот примем за буквы алфавита, из которых составим слово, длиное в 500 букв. Используя 20 букв в различных комбинациях, можно составить огромное количество таких слов. Учитывая, что замена или перестановка хотя бы одной буквы изменит смысл слова, вычислим число возможных комбинаций. Оно будет равно 20 в 500 степени. Своё название аминокислоты получили за наличие в каждой из них аминогруппы, обладающей основными свойствами, и кислотной карбоксильной группы с кислотными свойствами. Каждая аминокислота включает химическую группировку – радикал, которая у разных аминокислот имеет разное строение. Такое строение аминокислот обуславливает их амфотерность и высокую реактивность. Аминогруппа одной аминокислоты соединяется с карбоксильной группой другой аминокислоты. При этом происходит отщепление молекулы воды и образование прочной ковалентной связи, называемой пептидной связью. В состав некоторых сложных белков, например, гемоглобина и инсулина, могут входить не одна, а несколько полипептидных цепочек. Молекулы белков могут принимать различные пространственные формы, конформации. Выделяют четыре уровня организации белковых молекул. Первичная структура белка представляет собой линейную последовательность аминокислот в полипептидной цепи. Она уникальна для каждого белка и определяет его свойства, функции и конформацию. Вторичная структура белка представляет собой локальное упорядочивание фрагмента полипептидной цепи, стабилизированная водородными связями, возникающими между аминогруппами и карбоксильными группами разных аминокислот. В результате линейная молекула белка скручивается в спираль. Третичная структура представляет собой специфическую для каждого белка конфигурацию – глобулу, напоминающую клубок. Четвертичная структура характерна не для всех белков. Она представляет собой сложный комплекс из нескольких глобул. Сложный белок – гемоглобин – представляет комплекс из четырех таких субединиц. Под воздействием таких факторов, как температура, химические вещества, радиация, обезвоживание клетки, может произойти разрушение природной структуры белка или денатурация. Если при этом не нарушена первичная структура белка, то при устранении денатурирующих факторов белок способен восстановить свою структуру. Процесс восстановления называют ренатурацией. Рассмотрим функции белков. Белки выполняют в организме строительную или структурную функцию, так как входят в состав клеточных мембран и органоидов клетки – лейпопротеиды и гликопротеиды. Участвуют в образовании стенок кровеносных сосудов – эластин, хрящей и сухожилий – коллаген, перьев, ногтей, рогов, волос – кератин. Двигательная функция обеспечивается сократительными белками – актин и миозин, которые обуславливают движение ресничек и жгутиков, сокращение мышц, перемещение хромосом при делении клетки, движение органов растений. Некоторые белки связывают и переносят с током крови многие химические соединения. Например, гемоглобин и миоглобин транспортируют кислород. Альбумин сыворотки крови переносит гормоны, липиды и жирные кислоты. Различные биологически активные вещества, выполняя транспортную функцию. Белки-переносчики транспортируют вещества из внешней среды в клетку через клеточную мембрану. Кровь осьминогов, моллюсков и пауков имеет голубой цвет, потому что переносчиком кислорода у них служит не красный гемоглобин, содержащий атомы железа, а гемоцианин с атомами меди. Защитная функция белков проявляется в выработке антител – иммуноглобулинов – в ответ на проникновение в нее чужеродных веществ, антигенов, которые обеспечивают иммунологическую защиту. Интерфероны являются универсальными противовирусными белками. Фибриноген и протрамбин участвуют в свертывании крови, предохраняя организм от кровопотерь. Многие организмы для защиты выделяют токсины – ядовитые белки. Некоторые живые существа, в свою очередь, научились вырабатывать антитоксины – нейтрализующие действия ядов. Важное значение имеет регуляторная функция белков. Белки – гормоны, оказывают влияние на обмен веществ, то есть обеспечивают гомеостаз, регулируют рост, размножение, развитие и другие жизненно важные процессы. Например, инсулин регулирует уровень глюкозы в крови, тероксин – физическое и психическое развитие и т.д. Специальные белки, встроенные в мембрану, осуществляют прием сигналов из внешней среды и передачу команд в клетку за счет изменения третичной структуры. В этом заключается сигнальная функция белков. В настоящее время выявлено более тысячи специфических белков, которые являются биологическими катализаторами и способны в сотни и даже тысячи раз ускорять биохимические реакции в организме. Такие ферменты или энзимы выполняют ферментативную или каталитическую функцию. Энергетическую функцию белки выполняют очень редко. Например, в случае длительного голодания и недостатка углеводов и жиров. При окислении одного грамма белка выделяется 17,6 кГц энергии. Запасающую функцию выполняют резервные белки животных. Альбумин яйца запасает воду. Ферритин – железо в клетках печени и селезенки. Меоглобин – кислород в мышечных волокнах. Казеин – молока и белки семян – источники питания для зародыша растений. Сходство и различия организмов в конечном счете определяются набором белков. Чем ближе организмы друг к другу в систематическом положении, тем более сходны их белки. Углеводы. Наиболее распространенной на Земле группой органических соединений являются углеводы или сахариды. Они входят в состав клеток всех живых организмов. Углеводы – это соединения углерода, водорода и кислорода. Причем на один атом кислорода, как правило, приходится два атома водорода. Иначе говоря, соотношение водорода и кислорода в молекуле углевода равно 2 к 1, как в воде. Мономерами сложных углеводов является глюкоза. Несколько остатков простых сахаров могут объединяться между собой и образовывать молекулы сложных углеводов. Общая формула таких углеводов – CNH2O-M. Углеводы являются первичным продуктом фотосинтеза. Животные и человек не синтезируют углеводы и получают их с пищей. Поэтому в клетках животных содержание глюкозы невелико – от 1 до 5%. А в растительных клетках может достигать 90%. По строению молекулы углеводов разделяют на три класса – моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Моносахариды или простые сахара – хорошо растворимые в воде, бесцветные кристаллы, имеющие ярко выраженный сладкий вкус. Молекулы моносахаридов могут находиться в природе как в свободной форме, так и служить мономерами для более сложных углеводов. Наиболее важными для организмов являются простые сахара. Молекулы глюкозы являются мономерами таких полисахаридов, как крахмал, гликоген, целлюлоза. Фруктоза, входящая в состав клеток растений. Галактоза – мономер лактозы или молочного сахара. Рибоза, входящая в состав РНК, АТФ, некоторых ферментов и витаминов. Дезоксирибоза – важный компонент молекулы ДНК. Олигосахариды, образованные двумя или несколькими моносахаридами. Большинство из них растворимы в воде и имеют сладкий вкус. Если сахариды образованы двумя моносахаридами, то их называют ДИ-сахариды. Они имеют наиболее широкое распространение. Это сахароза – тростниковый сахар, мальтоза – солодовый сахар и лактоза – молочный сахар. Полисахариды – высокомолекулярные соединения, содержат в составе своей молекулы десятки и даже тысячи моносахаридных звеньев. Полисахаридами являются крахмал, гликоген, хитин, целлюлоза и другие. Эти вещества не имеют сладкого вкуса и нерастворимы в воде. Сладкий вкус и растворимость понижаются с увеличением числа мономеров в молекуле углевода. Углеводы входят в состав всех без исключения клеток живых организмов и выполняют в них жизненно важные функции. Основная функция углеводов – энергетическая. При окислении одного грамма углеводов выделяется 17,6 кГц энергии, которая расходуется на процессы жизнедеятельности организма. В отличие от жиров, углеводы окисляются с выделением энергии значительно быстрее. За счет углеводов обеспечивается 56-58% потребности организма в энергии. Строительная или структурная функция заключается в том, что углеводы используются в качестве строительного материала. Например, целлюлоза входит в состав клеточных стенок растений и придает им прочность. Хитин укрепляет клеточные стенки грибов и некоторых животных, а членистоногие используют хитин как компонент внешнего скелета. Такие углеводы, как крахмал и гликоген, животный крахмал, могут накапливаться в клетках, а затем использоваться в качестве источника энергии, таким образом выполняя запасающую функцию. Углеводы, входящие в состав клеточных мембран, позволяют клеткам одного типа распознавать друг друга, выполняют сигнальную функцию. Клетки злокачественных опухолей утрачивают способность узнавать друг друга. Выяснение механизмов сигнальной функции клеток может иметь важное значение для разработки лекарств от рака. Некоторые растения, вишни, сливы, при повреждении веток или стволов выделяют камедь, смолы, являющиеся производными углеводов. Камедь препятствует проникновению в рану микроорганизма. В этом заключается защитная функция углеводов. Завершая наш урок, я предлагаю вспомнить основные моменты и представить их в виде тезисов, утверждений. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые использовались при подготовке к уроке. До свидания. До новых встреч.